На данный момент меня сейчас больше интересует моя супруга, ее состояние. Пока оно неизвестно, остается нестабильным, тяжелым, мне нужно выждать время. Пока разговаривать не о чем. Будем ждать результатов и дальнейшего расследования. Хотелось бы, чтобы кто видит, слышит, помогли и посодействовали мне в помощи, чтобы дело было придано огласке. Тут скрывать нечего, я считаю, люди все равны на этой земле, всем выходим по одной земле. Не важно, судья он там, прокурор там, не важно, кто он есть на самом деле. Он такой же человек, как и я, как моя жена, как мой ребенок и как все остальные. Этот человек, он бывший федеральный судья пролетарского района. Поступил он, конечно, нехорошо. Жена шла с коляской с ребенком в больницу, она ежедневно ходит туда на массаж. Ребенку два с половиной месяца. Поступил он, конечно, очень подло. Он скрылся с места происшествия. Мне бы хотелось, чтобы он понес наказание, как обычно это понес бы рядовой человек. Так как он в статусе неприкосновенности до конца жизни, сейчас лишается, рассмотрение идет о его неприкосновенности. Я хочу, чтобы его наказали, как обычного гражданина, который бы попал в такую ситуацию. Я с ним не виделся, не разговаривал. Видите, я его видел, но не разговаривал. Звать его Черенков Геннадий Иванович. Он довольно-таки человек в возрасте. Так больше, в общем, сказать нечего. Пока особо с ним разговаривать я не хочу. Нам пока не о чем разговаривать. Просто пошел пятый день, никаких движений с его стороны нет. Супругу я сам переводил лично в больницу. Спасибо ребятам с розыска, с ГАИ, с областного. Они мне очень тоже помогли. Спасибо моим ребятам, кто меня не оставил в беде. Субтитры сделал DimaTorzok